Наконец-то еду домой, в родную Сибирь, к семье. Перед отъездом мне предстоит классик всех дел. Прощание с друзьями, сбор чемодана и покупка гостинцев и подарков близким. Я везу в нашу Сибирь шелковицу, сушеный инжир, финики. Вот такой вот перчик, я его обожаю. Острый и есть неострый. Орежки. Конечно же, двойной чайник. Просто царь всего чемодана. Полагается килограмм чая. Но сначала о дороге, которая мне предстоит. Итак, мы выдвигаемся из города Бурсы. Сначала из Бурсы два часа на пароме мы добираемся до Стамбула, потому что мы решили переночевать в Стамбуле. Из Стамбула шесть часов полета до Новосибирска, столицы Сибири. Но это не все. Из Новосибирска мне нужно примерно восемь часов, чтобы добраться до моего родного города, Алтайский край, по прекрасным алтайским дорогам. Всего лишь шестнадцать часов пути и примерно минус тридцать тысяч рублей на билеты. Возможно, даже побольше. Во-первых, аэропорт Стамбула просто огромный. У них даже есть фонтанчики для питьевой воды. Не идите к гейту за пять минут до посадки, потому что он просто огромный. Я в предвкушении. Я год не была в России, год не видела родителей, полтора года не была на родине, полтора года не видела остальных членов семьи. Честно, я, конечно, жутко скучаю. И ура, я дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но давайте сначала о моей родине. Меня зовут Алена. Моя родина – это степь. Степь солнечного и знойного Алтайского края. Знойного относительно, ведь летом у нас погода, как на юге. Совсем нет дождей, жарят солнце и все плюс сорок. Зимой, правда, другая сторона. Зимой у нас бывает минус сорок. В городе, где я живу, мало деревьев. Здесь простор природы и простор души у местных. Наверное, поэтому привыкаешь к свободе с самого детства, потому что здесь ты окружен. У нас мало зелени, все выгорает уже к июню, потому что солнце просто постоянно. И у нас есть вся палитра желтого. И да, облака и закаты у нас бесконечно красивые. Рядом с моим городом есть местный курорт Алтайского края – соленое озеро. Состав воды похож на Мертвое море. И также здесь обитают речки, в 90-х местные занимались контрабандой. Также рядом есть другое соленое озеро – Бурсоль. Кстати, соль с Бурсоли принимала в пищу сама Екатерина Вторая. Да, такая знаменитая соль. Еще у озера розовое, и прямо в воде ходит же до составчик, который перевозит ту самую соль. из-за каких-то можно единственных курорт Síl 그렇ísimo. Все, белые острые 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 – молитве на Mason neighborhood view. Ну и, конечно, здесь моя семья, мои коты, дом, в котором я выросла, огород с самыми вкусными помидорами и чёрной смородиной. Здесь моя душа. Но для начала давайте познакомимся с нашим главным гостем. Это наш кот Алекс. Нам его отдали достаточно давно, на тот момент он уже был взрослым и достаточно вредным. Это весловухий шотландец. Порода очень красивая, людей он не любит, обнимашки тоже. Так как породистый кот, он очень много болел, поэтому Алекс пережил у нас несколько наркозов, но он всё ещё живчик к своим 16 годам. И к пенсии резко полюбил ласку и спать на улице во дворе. Ну а я бегу к бабушке в гости на ужин. А из чего вот эти вот розочки внутри? И кто его знает, как это ж дед делал. Который в Севастополе. Сейчас я пойду. И нища получаю. Смородина. Севастополе 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 Так как я приехала во середине концу мая, то самое время огородных работ. Нужно перекопать участок, высадить всё, холить и лелеять. Ну и конечно поливать каждый день, потому что, как вы поняли, дождями наш регион не очень-то славится. Знакомьтесь, это кедровые конфеты из Томска. Моя любовная любовь. Я просто обожаю кедровый грильяж. Это безумно вкусно и отличный подарок для близких с такой сибирской изюминкой. Наверное, одна из вещей, которую я очень люблю дома, это то, что есть свой двор и можно выйти на улицу, когда погода просто прекрасная, когда на улице тепло, солнце или облачное. Можно выйти на улицу и посидеть, поработать на улице в тишине. То есть вокруг не будет такого шума дорог, машин, грязи. За исключением, конечно, этого степного ветра, пыльного. Просто будет хорошо. Это я люблю всем сердцем. Что может быть лучше? Проснуться солнечным теплым утром, выпить чашку вкусного кофе дома. Родители, кстати, приготовили просто шикарное абрикосовое а-ля варенье, где очень много абрикосов, абрикосовых косточек, мало сахара и это безумно вкусно. А какого цвета, просто обратите внимание. А если это абрикосовое безумие, добавить к домашнему творогу или к домашней сметане, вау, никто не останется равнодушным. Мы любим красоту, поэтому я сделала этикетки для папиных домашних напитков. Сегодня будем устраивать дегустацию в честь папиного дня рождения. Мои фавориты это Клюковка и Бехеровка, а мой муж очень любит папин джин. Мы празднуем папин день рождения, ему сегодня исполнилось 49 лет. Это первый раз в 9 лет мы вместе празднуем день рождения. Мамин день рождения мы вместе праздновали 2 года назад. Пару с gouvernementами Цените семейные праздники! потому что нас сначала отделяло несколько сотен километров, потом несколько тысяч километров. Мне очень жаль, что достаточно мало времени получается проводить с родными. Я безумно ценю каждую поездку к ним, к бабушкам, к дяде, к моим двоюродным сестре и брату. Это очень ценно, поэтому цените семью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так уж вышло, что озеро Бурлинское, но очень близко к нам находится, но я там была всего лишь один раз, а родители и вовсе не были, как это часто бывает. Поэтому было решено срочно отправиться смотреть на то самое розовое озеро Алтайского края. Когда мы сюда приехали, погода была пасмурная, но потом вышло солнце. И поразительно, как озеро по-разному открывается с каждого ракурса, особенно при разном освещении. Цвет просто удивительный, только посмотрите. А составчики, которые перевозят ту самую соль, особенно очаровательны. В своем доме совершенно некогда скучать, потому что всегда найдется миллион дел, которые нужно сделать. И если честно, сейчас мне гораздо больше нравится эта рутина, хотя обычно в детстве ты мечтаешь просто ничем таким не заниматься, а играть в игры. Но чем старше становишься, тем действительно начинаешь больше ценить время, приведенное на природе. Наш регион не славится дождями. Зачастую дождь летом идет не дольше 15-20 минут, да и не только летом. Кстати, когда я переезжала в Питер, я, если честно, даже не думала, как тяжело будет там жить из-за климата. Но все-таки солнце взяло свое. Наверное, когда вырос в регионе, в котором почти нет пасмурных дней и дождей, солнце высоко, небо постоянно голубое, жить в Петербурге после этого в северном климате оказалось достаточно тяжеловато. Но каждому свое. Субтитры создавал DimaTorzok Я просто счастлива, что мне удалось провести лето вместе с родными, что я пополнила запас огородных дел своих, что это лето я провела на природе, свежим воздухом, на этих озерах, увидела близких, увидела друзей, съездила в свой любимый Томск, но это достойно отдельного видео. В общем, было просто замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, что были вместе с нами. Спасибо, что были вместе с нами.